Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 декабря. На улице 15 градусов тепла. Я обрезаю розы. Такие вот еще у нас есть бутоны. Еще у нас цветут хризантемки. Вот такая красота. Были уже ночные морозы, сейчас ночью плюс 9 по погоде показано по прогнозу. Можно еще в саду чем-то заняться. Попозже я вам покажу как печется хлеб на закваске на ржаной. Весь этот процесс вместе с вами мы пройдем. Ну, пока буду обрезкой заниматься. Сеня! Куф-куф-куф. Вот такая зверюга. Не кот, а зверь. Вот мы готовим сейчас нашу закваску. С прошлого раза у меня оставалось где-то столовая ложка закваски и мы добавляем сюда водички грамм 50 и просеянную ржаную муку. Хорошо перемешиваем. Вот это у нас будет такая ржаная закваска. Изначально она делается также на ржаной муке. Вымешивается мука с водой, ставится при комнатной температуре на кухне где-то и вот так вот 3-4 дня обновляется, пока миска хорошо не поднимется. Дальше вы посмотрите, как она должна подниматься. Вот такая вот она есть. До утра мы оставляем. Утром вот она у нас какая, видите, красивая получается. Сейчас будем выпекать. Значит, сейчас мы ставим опару. Опара у нас делается на этой закваске. Ее просто переливаем в чашу хлебопечки. И сюда добавляем водички. Грамм 100 полмерных стаканчиков где-то. Укладываем закваску. Ну там она дни немножко останется. Мы с нее сделаем на следующий раз новую. С остаточков. Вот и сюда мы добавляем воды, муки и снова как сметана густая у нас будет в этот раз уже опара. Замешаем и пусть стоит. Вот теперь нам надо на следующий раз приготовить закваску, чтобы она у нас не закисла, не перекисла. Сразу делаем. Добавляем опять грамм 50 воды и будем добавлять муки. Такой себе нехитрый способ. Вот опять смешали с водичкой хорошо. Полностью заменяет дрожжи эта закваска. Но причем она полезна для нашего организма. В отличие от дрожжей, которые, по сути, наш организм изнутри потихонечку уничтожают. Теперь доведем опять-таки для густоты сметаны густой такой хороший. Так как я завтра хлебушек печь не буду, я ее эту закваску сделаю и уберу в холодильник до следующего раза. Когда она мне понадобится, я ее достану вечерком и утром уже смогу ставить опару. Советую посмотреть, кто еще не знает, в чем же вред дрожжей, дрожжевого хлеба. В интернете очень много по этому поводу есть видео, причем научно обоснованных. Скажу только одно, что сами дрожжи термальные, высокотермальные, которые мы используем, придумал в свое время профессор Вульф по заданию Гитлера для уничтожения русского народа. Мы раньше никогда дрожжевой хлебушек не ели. На Руси всегда использовались различные закваски. И будем, я думаю, продолжать дальше выпекать хлеб все-таки натуральный. Лучше печь самим, а не покупать. Все это я убираю в холодильник. Вот у нас теперь через часа четыре такая красивая получилась опара. Видите, пузыречки даже есть. И мы теперь будем добавлять в нашу хлебопечку необходимые ингредиенты для выпекания хлеба. Для этого программа. У меня очень хорошая, замечательная просто программа в этой печке горения. На пятнадцатом меню стоит домашний хлеб 4,34. Выпекается. Это идеально просто. Вот. Добавляем сюда соль. Чайную ложечку сахара. Сахара у нас идет полторы где-то столовые ложки. Для хорошего подъема и вкуса. Можно ложить поменьше. Можно побольше, кто что любит. Можно добавлять дополнительные ингредиенты в этот хлеб. Выпекать булки на такой опаре. Вот он у нас туда растет. Добавляем растительное масло. Две столовые ложечки. И сюда же у нас пойдет водичка. Грамм триста. Ну полтора мерных стаканчика. Я выпекаю где-то на килограммовую булку. Кто уменьшит хлебопечки. Пусть уже смотреть сами уменьшать количество ингредиентов. У нас семья большая, поэтому они причем большие булки. Теперь добавляем литровую банку муки. Полная литровая банка. Я вношу ее постепенно. Чтобы лучше перемешивалось. Вот такой вот этот замес. Печка это, конечно, довольно очень. Вношу. Хотя она, можно сказать, из самых дешевеньких. Но своими функциями справляется абсолютно. И это при том, что у нас вечно проблемы какие-то с электричеством. По сети идет вместо 220-200 кВт. Из-за этого мне приходится увеличить время выпекания. Оно перемешивается хорошо. И печет тоже нормально. Просто чуть-чуть дольше. После того, как у меня заканчивается программа, я еще добавляю час выпекания. Всего у меня получается выпекать обурку в 2 часа 20 минут. Вот такой вот шарик у нас красиво получается. Вот видите, 16 минут до окончания программы. Вот такой вот поднялся так хорошо. Вот такая вот у нас булочка. Хрустящая, горячая. И даже вот хотела перевернуть аккуратно, но рукой не очень получается. Сбоку выглядит. Вот сбоку хлебушек такой. Булочка довольно-таки большая и упругая. Ее просто так не продаешь. Потому что действительно полноценная нормальная булка хлеба. Вставляем на ночь. У меня я закончила выпекание где-то часов 10 вечера. И на утро мы будем ее резать. Вот она. Наша разрезанная булочка хлебушка. Посмотрите. Полностью вся пористая, красивая. При этом хорошо пропеченная булка. Хлеб сам по себе сытный. Такой какой должен быть настоящий хлеб. 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 Хлеб.